Ну что ж, уважаемые зрители, очередное оптическое видео на канале Как вы, наверное, догадались Не знаю, как вы догадались, но, наверное, потому что посмотрели на экран В общем, в США, по крайней мере, есть несколько компаний, которые выпускают оптические прицелы От чуть-чуть ниже среднего, среднего и так далее уровня Из обычных, не супер-дупер дорогих компаний выделяются, в моем личном мнении, три Из известных Это Nikon, Leopold и Vortex Или Vortex, как некоторые пишут Есть другие компании, которые неплохие прицелы выпускают Например, Primary Arms, SWF и так далее, из бюджетных Но все-таки Nikon, Leopold и Vortex, это, как бы, можно сказать Основы среднего ценового рынка, наверное Для оптических прицелов И занимают большую часть ниши оптических прицелов От примерно 100 долларов, в зависимости от серии До сколько угодно В зависимости от того, что у них есть В данном случае прицел Nikon, или Nikon Серия P223 Это довольно-таки низкая серия Но специализированная для использования на системах AR-15 В данном случае у нас загонник P223 Модель, как вот здесь видно Полтора на четыре с половиной на двадцать С баллистическим вариантом сетки BDC 600 То есть до шестисот ярдов Это самый недорогой прицел в своей нише Так называемый И, реально говоря, является одним из самых бюджетных вариантов Которые можно приобрести на данный момент на рынке И при этом все равно является достаточно качественным прицелом Если не искать в нем подсветку Потому что эта серия идет без подсветки Что еще можно сказать? Что о ней пишут? Ну, это модель 163-27 Как вы, наверное, уже заметили Сделан он на Филиппинах Специально предназначен для 5,56 и 223 И так далее, и так далее Водонепроницаемый, туманонепроницаемый Теоретически ударостойчивый Стойкий Но это еще надо будет доказать В общем, я его купил недавно в Gander Outdoors На распродаже На серьезнейшей распродаже Он мне обошелся меньше 120 долларов Это не самый дешевый прицел у меня Как вы знаете, у меня есть и более дешевые И, может быть, даже более интересные прицелы За такие сравнимые деньги Но все-таки Nikon это Nikon Сетка здесь BDC Nikon Это прицел, как вы понимаете, во второй факалке И, как вы видите, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 приближения Оригинал Это не китайская поделка для некоторых Как, наверное, многие подумают за такие деньги У него есть, соответственно, возможность пользоваться Баллистической программкой от Nikon То есть баллистическим калькулятором Если потребуется То есть можно поставить эту программку на телефон, на компьютер Или просто с интернет ее открыть И подогнать под свой патрон Изначально предназначен для работы с 55 грейн патроном И, как вы видите, здесь у нас есть горизонталь-вертикаль Это, соответственно, вертикаль-горизонталь Очень неплохая сетка Да, без подсветки им, как коллиматором, не воспользуешься Безусловно Но и не для этого он и предназначен, если уже на то пошло Есть здесь фокусировка для глаза Вот она здесь, прямо на окуляре Сам прицел на ощупь очень легенький И у меня под него есть как раз Nikon-овский кронштейн Возможно, им воспользуюсь 390 грамм Часть из-за того, что, в принципе, этот прицел, как вы видите, довольно-таки тонкий Для тех, кто хочет видеть, это как раз тот самый дюймовый прицел Не 30 миллиметров Это дюймовый Что, конечно, ограничит количество света, которое сюда попадает Но Nikon известен тем, что у них хорошие линзы Одна из причин, почему я назвал третьей фирмы У них очень хорошие линзы Даже в своих бюджетных версиях прицел У меня есть еще, по-моему, один или два прицела из этой серии Трехкратники Довольно-таки неприятная оптика У меня есть более серьезные У меня есть и М223, которая является следующей серией вверх от этого У меня где-то простав лежит, который примерно параллелен по уровню Но более охотничий прицел Это все-таки более тактический прицел Сейчас эти прицелы уже ушли Там появились M-Tactical, P-Tactical Новые серии, новые версии этих прицелов Поэтому более старые прицелы, как вы понимаете, подешевели Что является плюсом Данный прицел, с моей точки зрения, хорошо годится, как первый прицел на дешевую ларку Из которой вы не собираетесь стрелять в плохо освещенных помещениях Или в плохом свете на улице Недорогой, качественный И с хорошей оптикой С баллистикой Если вам требуется поразить цель чуть-чуть подальше Хотя все-таки 4,5 довольно-таки мало Ну, как вы видите, это более устаревшие прицелы Это трехкратник, 1,5 и 4,5 Если на то пошло То есть сравним был бы 1 на 3 Примерно Конечно, 1,6 и 1,8 дают больше Но они и стоят больше Так что вот, вот такой вот небольшой прицел Добавлен мне в коллекцию Чисто на распродаже Ну, мне понравилось Как он выглядит, я его раньше видел Я его не видел за такие деньги Поэтому решил взять В принципе, все очень просто Ничего особенного И мне пришлось особенно задуматься о том, сколько он стоит Да, конечно, вот, к примеру, Monstrum Tactical Который я недавно показывал 1 на 4 Примерно, 1,25 на 4 В первой фокалке По своей функциональности может быть больше этого прицела Но по качеству, я думаю, этот прицел будет выше Так что вот так вот Этот прицел, возможно, будет использован в каком-нибудь из новых комплектов Который я буду строить Для работы на короткую и среднюю дистанцию максимум Спасибо за внимание До следующего видео Надеюсь, это вам интересно Ссылку, как вы понимаете, дать не могу Потому что магазин продает оружие Но, скорее всего, выложу данную вещь у себя на веб-сайте www.rubertusa.com Которую понемногу начинаю развивать Спасибо за внимание Подписывайтесь Пользуйтесь моим Amazon Магазинчиком Для финансовой поддержки Канала И всем спасибо До следующего видео До новых встреч Продолжение следует...